Приветствую вас, и поскольку вопрос стоит так, что вы спрашиваете, как себя вести с человеком, который относится к вам негативно, значит, ответить вам можно через освещение нескольких аспектов. Первый аспект его, собственно говоря, поведения. Когда 11-12 лет брака все было хорошо, а потом мужчина резко изменился и начал вести себя ужасным образом. Значит, его поведение, его поступки наглядно показывают, что вы сделали что-то против его воли, что ему не понравилось и что он считал для себя оскорбительным. Как я понял, дети у вас уже были тогда, и речь шла про, собственно говоря, еще одного ребенка. И вот именно он мужчину почему-то начал так сильно развращать. И виной всему, думаю, то, что ему казалось, что с рождением ребенка его свобода будет еще больше ограничена. А этого ему никак не хотелось. Категорически не хотелось ему женствовать своей свободой. Но вы все равно ребенка оставили, и мужчина почувствовал себя уязвленным. Уязвленным, значит, насильно лишенным свободы, и, собственно говоря, винил он в этом, и винит в этом, конечно же, и вас. То есть, непринятие полной ответственности на себя, за ребенка, отчасти эгоистичное поведение по отношению к вам и к детям. И, наверное, глубинное стремление к тому, чтобы вы подчинялись ему, двигало мужчины на такое вот поведение. Для чего я вам все это говорю? Для чего я все это рассказываю? Чтобы вы поняли главное. А реагировать подобным образом вы будете до тех пор, пока не будете понимать причины поведения мужчин. Как только сами для себя вы построите более или менее четкую схему того, почему человек ведет себя так, а не иначе, вам будет проще и легче осознавать его поведение и воспринимать его не как агрессию в чистом независимом виде, а как поведение, являющееся следствием определенных жизненных проблем, определенных внутренних конфликтов у мужчины. Например, если человек ведет себя агрессивно и злобно, значит у него внутри есть какой-то негатив. И этот негатив так проявляется, так выражается. Соответственно, человек, который агрессирует, достоин жалости. Но чтобы эту жалость испытать, необходимо понять, а что же за такой вот негатив присутствует у мужчин. Почему? От чего негатив? И вот когда вы это поймете, вам будет легче воспринимать его поведение именно как результат определенных негативных моментов, а не как поведение, как выбор, волевой выбор осознанного человека, которым ваш мужчина, конечно же, не является. И пройдя эту точку, мы теперь начинаем говорить о том, что вам делать. Как строить свою позицию таким образом, чтобы мужчина не задевал вас, не оскорблял и так далее. Ну, во-первых, наверное, самое легкое, начнем, наверное, с этого, что вы можете сделать. Это, вот, отознав все, что я говорил ранее, прийти к выводу, что обращать внимание на его слова вообще нет смысла. Мужчина говорит вам все эти вещи, потому что знает, что они вас задеют. Если вы не будете никаким образом показывать ему, что вас задело то, что он говорит, то, соответственно, со временем отпадет необходимость для мужчины в том, чтобы вам говорить подобные вещи. Он говорит до тех пор, пока это имеет эффект. Он говорит, чтобы вас задеть, чтобы за счет вас возвыситься самому. Так, к сожалению, бывает. И вот, начав показывать ему, что его слова для вас пустой звук, как, в принципе, и ваши слова для него, вы со временем отучите его обращаться с вами подобным образом. Хотя бы просто потому, что никто никогда не будет бесконечно стучаться в закрытую дверь. или в одно и то же место, если это не имеет сколько-нибудь эффекта. То есть человек не будет делать что-то, если не видит эффекта, не видит результат. Мужчина делает это до тех пор, пока у этого есть результат. Соответственно, безразличное поведение, хотя бы чисто внешне, думать о чем-то своем, воспринимать его знамое поведение как результат внутренних конфликтов, то есть не как самостоятельное проявление поведения человека, поможет вам не впускать его в свою личную сферу и не позволять влиять на ваше настроение. Какие бы вещи он ни говорил. Потому что вам надо смотреть не на форму, не на то, что он говорит, а на то, почему он это говорит. И здесь самое главное, то что несчастные люди всегда будут говорить гадости. Счастливый человек никогда не будет ругаться, никогда не будет агрессировать. Значит, ваш мужчина несчастен, а это значит, что он, как и любой несчастный человек, достойен жалости. Потому что несчастные люди, осознающие себя, стремятся к тому, чтобы свою жизнь исправить, а ваш мужчина ничего такого не делает, значит, он не осознает себя. Не осознающий себя несчастный человек достойен жалости, подобно ребенку. А вы, в отличие от него, уверенчастливы с вашими детками, которые вас очень любят и которых любите вы. Далее, отдельно нужно сказать про то, что вам необходимо реализовывать себя как женщину. То есть, активнее общаться с другими мужчинами, активнее строить новые отношения. Конечно, перед этим необходимо извлечь опыт из предыдущих отношений, дабы не повторить ошибок. И побыстрее включить в свой дом, включить в свое окружение другого человека, который мог бы защитить вас от нападок бывшему мужу. Увидя защитника, ваш мужчина, скорее всего, даст задний ход и уже не побеспокоит вас и не посмеет как-то обидеть. Далее, что касается встреч с детьми, то, как правильно сказала коллега, сидел, вы можете назначить место проведения этих встреч и не обязательно вас дома. То есть, вы имеете право назначить определенное место, нейтральное место, где вы будете детей ему отдавать за какое-то время, а потом забирать. Тем самым, вы сведете к минимуму именно взаимодействия с ним. Еще раз повторю, если дети остаются с вами, то вы имеете полное право делать именно так. Таково ваше прямое право и возможность максимально гибко построить ваши отношения с ним под его право видеть детей. И сделать это нужно хотя бы для того, чтобы не травмировать лишний раз детей вашими ссорами с мужем. Вот, примерно так вам нужно себя вести. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Удачи!